В начале мая партия «Наш Дом Израиль» во главе с Эвикдором Либерманом вошла в правящую коалицию Бениамина Нетаньягу. Либерман получил пост министра обороны, что вызвало немало критики со стороны политических противников премьера. Сменить бывшего начальника генштаба Мушебу Геалона на старшего сержанта запаса Либермана. И главное, ради чего? Ради пяти дополнительных мандатов? Сам Либерман, едва вступив в должность, дал нашей программе короткое интервью, в котором отказался комментировать свои действия на посту главы оборонного ведомства. Зато пообещал пообщаться с нами сразу, как только представится такая возможность. Спустя четыре месяца наша съемочная группа отправилась в Министерство обороны в Тель-Авиве на встречу с Эвикдором Либерманом. Добрый вечер, министр обороны Государства Израиля Эвикдор Либерман. Добрый вечер. Во-первых, большое спасибо за возможность взять у вас интервью. Наверное, я начну с главного актуального комментария. Воскресенье был совершен теракт в Иерусалиме. У нас есть жертвы с нашей стороны. И общество ждет вашей реакции. Простой вопрос, когда это закончится? Ну, давайте посмотрим на карту Ближнего Востока. В Сирии уже более полумиллиона убитых, 7-8 миллионов беженцев. Все, что происходит в Ираке, все, что происходит в Йемене, все, что происходит в Синае, в Ливии. Мы живем в очень сейсмически опасной зоне. Она сейсмическая, прежде всего, с точки зрения террора, политической стабильности. И мы не можем как бы сами себя изолировать от всего этого региона. И поэтому, безусловно, мы чувствуем какие-то такие эффекты отрицательные и у себя тоже. Но вместе с тем, когда я сравниваю Израиль со всем, что происходит в Орландо, и во Франции, и в Париже, и на променаде в Ницце, Израиль является сегодня самым безопасным, наверное, местом на всей планете. И с точки зрения террора, и с точки зрения чисто такой уголовщины даже. Израиль по всем параметрам является самым спокойным, самым стабильным, самым безопасным местом. Я знаю, что после теракта был создан узкий кабинет по вопросам безопасности, военно-политический кабинет. Вы обычно не говорите, что там происходит, но, может быть, это тот случай, когда нужно сказать, какие меры вы вырабатываете? Смотрите, прежде всего, давай возьмем последний случай. Силы безопасности арестовали этого террориста 3 октября, последний раз. Он был в наших руках. К сожалению, 5 октября он уже был на свободе, то есть суд его освободил. 8 октября произошел этот самый теракт. Я думаю, это вопрос не только наших сил безопасности, но и нашей очень либеральной юридической системы. Причем до этого он уже арестовывался трижды. Безусловно, это не снимает ответственности и сил безопасности. Но вместе с тем, к сожалению, Израиль продолжает оставаться, наверное, очень и очень либеральным государством, даже в сравнении с Западной Европой. Я уже не говорю про США. Мы находимся с вами сейчас в вашем кабинете, это Министерство обороны. Отсюда виден весь Тель-Авив. Я в свое время помню, как Арель Шарон сказал, что то, что видно отсюда, не видно оттуда. Вот вы уже 4 месяца министра обороны, вы не давали интервью 4 месяца. Вы что-то видите отсюда, что не видно оттуда? Наоборот, с точностью до наоборот. То есть, все, что я видел оттуда, отсюда я вижу намного лучше и намного более четко. Но это все то же самое. То есть, я хочу, наверное, подчеркнуть, что в отличие от большинства своих коллег, у меня абсолютно не изменилось ни мировоззрения, ни подходы, ни мои выводы. За эти 4 месяца, что я нахожусь в Минобороне. Но вы что-то изменили в Министерстве обороны? Ваша первая подпись под каким решением была? 4 месяца назад. Я думаю, что изменилось очень много. И все мы, наверное, это тоже хорошо почувствовали. И по реакции на любые провокации сектора газа. И по мобилизации, и тем тренировкам, которые проходят и наши резервисты, и солдаты на действительной военной службе. Я думаю, даже в таких мелочах, как даже, скажем, процесс ГИЮРа для тех 5000 новобранцев, которые призываются каждый год. То есть мы изменили и сам подход к тому, в чем заключается основная роль армии в нашем обществе, в отличие от любого другого государства. У нас как бы с первого дня у армии было два основных, как бы две основные функции. Первое, защита государства, Израиль, граждан Израиля. А второе, служить плавильным котлом. Именно этот плавильный котел, в котором создавалось наше общество. Во многом вторая функция была упущена за последние годы, или как бы она ушла на третий степенный план. И я это все вернул на круги своя. Вы знаете, вы сказали, придя в кресло министра обороны, вы сказали, что вам нужно время, чтобы изучить обстановку, познакомиться непосредственно со структурами Министерства обороны. И получается, всего четыре месяца прошло, и вы уже как бы даете интервью, что, конечно, нам приятно. Но получается, что израильскую систему безопасности можно так выучить за четыре месяца? Нет, вы знаете, я был многие годы членом кабинета, узкого кабинета. Я многие годы был министром иностранных дел. Я возглавлял комиссию по иностранным делам и безопасности. Много лет сидел в комиссии по иностранным делам и безопасности. Я был гендиректором канцелярии, премьер-министр. То есть не с нуля, вы хотите сказать? Я думаю, пришел с очень и очень большой базой. Был министр стратегии, так что какие-то вещи, наверное, просто резолюция намного более высокая. Но, в общем-то, я достаточно хорошо был знаком и как председатель специальной комиссии КНЕСТа, которая утверждает бюджет армии. Поэтому я пришел достаточно с большим багажом. А как все разговоры, что как вот сержант Риберман, который имеет за своими плечами несколько лет резервистских сборов, как он сейчас будет командовать генералами? Вот ваша первая встреча с генералами, как она прошла? Вы знаете, я думаю, что если мы обратимся к истории государства Израиля с самыми удачными министрами обороны, как раз были гражданские лица. Начнем с первого министра обороны, основателя нашей армии Бен-Гурион. Мы можем вспомнить Моша Аренса, Минаха Мабегина, Амира Переса. Шимона Переса, в конце концов. Шимона Переса и так далее. Так что мы как бы всегда живем в плену каких-то таких предвзятых подходов. Но, в принципе, если я возьму историю нашей армии, я думаю, наиболее удачные министры обороны они как раз были гражданскими. Вы помните, в свое время ваш предшественник в кресле министра обороны сказал, что здесь, на территории базы Кирея, нужно ходить в высоких сапогах, слишком много змей. Он имел в виду как раз чиновников Минобороны. Вам, я надеюсь, не приходится ходить в высоких сапогах? Знаете, я вхожу в тех же самых туфлях, в которых я ходил и в оппозиции. И чувствую себя прекрасно. Господин Либерман, давайте, с вашего позволения, затронем ключевые темы. И, наверное, эти темы, безусловно, являются приоритетными, в том числе и в вашей деятельности в качестве министра. Я хотел бы начать с сирийской темы. Это тема, которая, безусловно, на слуху всего мира. Прошел год с начала российской военной операции в Сирии. Как бы вы прокомментировали сегодняшние действия в Сирии, и в том числе роль России на территории Сирии? Вы знаете, наша стратегия с первого дня возникновения этого конфликта в Сирии, она не изменилась. Мы не вмешиваемся в внутренние дела другого государства. Нас это не интересует, пока это не затрагивает наших интересов, безопасности наших граждан. Все остальное пускай решают сами. Проблема Сирии, что там присутствуют все мировые державы, региональные державы. То есть и Россия, и США, и Турция, и Иран, и Саудовская Аравия. И целый ряд различных организаций прорежимных, антирежимных, исламистских, чисто секторальных курдок организовывают свои милиции. Другие организовывают свои милиции. Ну и в Израиле свои интересы. Израиль, безусловно, только отстаивает свои интересы. Мы не принимаем никакого участия во внутренних разборках внутри Сирии. Но мы ни в коем случае не готовы, чтобы была затронута наша неприкосновенность, наш суверенитет или безопасность наших граждан. Год назад премьер-министр Нитанягу во время визита в Россию договорился о создании координационного центра между российской армией и израильской армией. Как раз в небе над Сирией. Сегодня это ваша ответственность как министр обороны этот центр? Безусловно, и он продолжает достаточно удачно функционировать, доказал себя. Мы пытаемся избежать любых трений и с Россией, и с США, и со всеми другими. Мы координируем свою деятельность со всеми игроками на этой арене, но мы стараемся держаться в стороне. Но пока встречи с российским министром обороны у вас не было? Пока не было. Почему? Ну, наверное, за 4 месяца невозможно успеть все. Для нас было основное, для меня и на первой же неделе я улетел в Вашингтон и в Техас, закрыть большую сделку по поставке новейших самолетов F-35. Удачно ее завершили. Я думаю, что за 4 месяца подписание соглашения на 10 лет американской военной помощи тоже было очень непростным мероприятием. И, в общем-то, все это закрыто. Мы еще коснемся сейчас темы помощи. Я хочу процитировать вам опрос, который наш канал проводил на прошлой неделе, причем по всему миру. Был задан вопрос такой. Считаете ли вы, что возможен военный конфликт между Соединенными Штатами и Россией? Как бы на этот вопрос ответил гражданин А.Л. Либерман? Я думаю, что такого конфликта не будет. Это две державы, которые имеют очень большой опыт и политически, и, главное, тактически, и четко знают, как между собой в конце концов утрясти любые проблемы. То есть это уже не первая шероховатость или напряжение в двухсторонних российско-американских отношениях. Мы можем начать с Кубинского кризиса, Берлина и так далее на протяжении многих лет. Всегда находилась в конце концов формулировка, которая как бы позволяла выйти с честью двум государствам. То есть все понимают, что конфликт, прямой конфликт между Россией и США – это, ну, такой, скажем, апокалипсис нау. Это тот самый сценарий, который никто не хочет видеть. Но возврат к холодной войне возможен сегодня? Прежде всего нужно понять, что и в Кремле, и в Белом доме сидят люди с рациональным мышлением. Понимаете, в чем основная проблема современного мира или в особенности Ближнего Востока? Что многие игроки не являются нерациональными. Понимаете, там, Бен Ладену или исламскому государству им нечего предложить взамен. Им не нужны соглашения международные, деньги или территория. То есть они просто фанатики, которые верят в какую-то совершенно изуверскую идею. И они будут ее продвигать, с ними невозможно договариваться ни о чем. Бен Ладену, у него было все, что ему можно было предложить. Ничего. То есть ни территория, ни соглашения, ни денег. Он сам из богатой королевской семьи. И поэтому нужно понять, что проблема Ближнего Востока – это нерациональные игроки. А когда есть два рациональных государства с историей, культурой, с багажом, с опытом военным, политическим, то я думаю, что в конце концов они найдут варианты разрешения этого спора. Я помню, еще несколько лет назад многие здесь, в том числе в Израиле, говорили, что такое исламское государство. Это группа отморозков, которые на джипах Тойота пытаются терроризировать Ближний Восток. А сегодня это государство, которое контролирует территорию в 300 тысяч квадратных километров, угрожает всем странам вокруг. И такие страны, как Россия, США и, возможно, Израиль, они что, не могут объединиться, чтобы уничтожить исламское государство? Я думаю, что это слабость международного сообщества. Действительно, если вы очень правильно описали исламское государство. Такой вариант Батьки Махнов в современном варианте, только вместо тачанок эти джипы с какими-то там пулеметами или с какими-то там орудиями, установками. И много нефти. Миллион долларов каждый день прибыли. Во всяком случае, сегодня, я думаю, все понимают, что это опасность для всех. Если есть немного тем, по которым есть абсолютное согласие, абсолютный консенсус, включая Россию и США, это исламское государство. Оно является запрещенным и в США, и в России, и в Европе. То есть ни у кого тут никаких иллюзий нет. Я как раз думаю, что все это намного глубже. Это не исламское государство, это проявление, прежде всего, слабости международного сообщества. Другой вариант, это, конечно же, вот именно вся структура государств арабских, она во многом сегодня находится как бы в таком полуразвалившемся состоянии. То есть до исламского государства началась арабская весна. И арабская весна, она прежде всего социальное явление, которое развалило вот такой патриархальный уклад, традиционный уклад арабского общества внутри существующих государств. То есть демократия для арабов не подходит, вы хотите сказать? Это даже не демократия. Думаю, что основная проблема, нужно понять, что залогом любой здравой, миролюбивой политики, рационального подхода, это наличие мощного среднего класса. Давайте посмотрим на самое преуспевающее государство мира, возьмем Швейцарию, Норвегию. Там прежде всего 90% населения – это мощный преуспевающий средний класс. Нету богачей, там сверхбогачей и абсолютно нет этой бедноты, нищеты и отсутствия надежды и перспектив. Во многом демография арабских государств, она противоположна Европе, то есть 70% населения – это молодые люди, 35 лет и моложе, 50% безработицы. То есть нет перспективы, вы хотите сказать? Да, 50% безработицы, наверху есть там кучка очень-очень богатых людей, но основная масса просто нищета и беспросветное будущее. Как вы считаете, Израилю придется в будущем решать проблему исламского государства и, возможно, израильские самолеты будут бомбить позиции ИГИЛ? Это не основная наша проблема. Нужно понять, что вообще на наших границах сидят на юге сектор Газа, Хамас и исламский джиад. Исламское государство в Синае, Хизбалла в Ливане и Эль-Каида на границе с Сирией. То есть у нас есть весь букет. И я уже не говорю об Иране. И поэтому нужно очень правильно тут рассчитать свои силы. Одновременно, как тот жонглер, который подкидывает сразу 5-6 шариков, все время ловить правильный момент и правильно отражать угрозы, направленные против нашего государства. Но вы сказали, что главная угроза это Иран, несмотря на то, что было подписано соглашение с Западом. И почти год Иран, согласно опять же МАГАТЭ, согласно Белому дому, Иран отказался от производства ядерного оружия. Или это не так? Давайте возьмем факты. Вот за последний год не будем идти далеко. В Иране прошел военный парад, где были представлены баллистические ракеты с надписью на иврите «Стереть Израиль с лица земли». Прошел конкурс на лучшую карикатуру, отрицающую факт Холокоста с первой премией 50 тысяч долларов. Возьмем отчет американского госдепа, не израильского МИДа. Они как бы издают ежегодный отчет о состоянии террора в мире. И главным спонсором мирового террора был назван Иран. И поэтому, я думаю, картина достаточно ясная. Опять-таки, нет ни одной недели, чтобы из Ирана не издавались громкие вопли, лозунги «Уничтожимся», «Низкое образование» и так далее. Опять-таки, существование Хамаса, исламского джигада, Хизбала без финансовой поддержки Ирана невозможно. Но одно дело вопли, другое дело действия. Я говорю, это значит вопли, а кроме того, Хизбала, Хамас, Джиад, они получают где-то в год 800 миллионов долларов из бюджета Ирана. Кроме того, Иран стоит за всеми терактами против Израиля. И на наших границах, и против еврейских и израильских объектов по всему миру. То есть, получается, эту позицию вам и премьер-министру Танягу не удалось донести до Белого дома, до президента Обамы, когда заключалось соглашение с Ираном? Мы не сумели убедить, к сожалению, ни США, ни Россию, ни Китай, ни Германию, ни Францию, ни Англию. И, опять-таки, мировые державы пошли на это соглашение. Я думаю, что, опять-таки, учитывая опыт прошлого, недалекого прошлого, подобная сделка с Северной Кореей, мы знаем, чем она закончилась. Я могу напомнить все этапы подписания соглашения примерно в том же составе между мировыми державами и Северной Кореей. Мы видим, во что это вылилось. На прошлой неделе Цепелевни заявила, что сейчас есть шанс добиться союза с умеренными арабскими странами как раз против Ирана. То есть, получается, по крайней мере, в этом вопросе ваш взгляд и взгляд израильской оппозиции совпадает? Ну, вы знаете, я вот встречался недавно с высокопоставленной американской делегацией, которая объезжала Ближний Восток и готовит какие-то документы для будущего президента США. И они проехались по всему Ближнему Востоку, последняя остановка была Израиль. Но они, мы обменивались впечатлениями. Говорю, вот когда вы там были, неважно где, в Заливе, в Саудовской Аравии, что вы слышали? Они говорят, безусловно, для них главная угроза, с их точки зрения, это Иран. Сегодня, когда Саудовская Аравия возглавляет коалицию, которая ведет отчаянную борьбу в Йемене, они прежде всего обвиняют кого? Не сианизм, не Израиль, не евреев, а Иран. Они не скрывают, что главной проблемой тем, кто стоит за этими племенами, этих хутов, это Иран. Я хочу еще одну тему затронуть, которая также имеет непосредственное отношение к вашей должности. Это, конечно же, отношение с палестинцами. Совсем недавно вы, Министерство обороны, опубликовало план, который ваша пресс-служба назвала план «Кнутая пряника». Такая тепловая карта, да? То есть, где палестинские деревни будут делиться на те деревни, из которых... Не делятся, мы берем статистику. Вот есть целый ряд деревень, городков, откуда не вышло ни одного террориста, ни одного теракта. И наоборот, очень спокойное как бы сосуществование с еврейскими поселениями. Они какого цвета будут? Прежде всего, нужно понять, что нам это наш интерес, стабильность, экономическая стабильность в Иудее и Самарее. Это наш приоритет с точки зрения нашей безопасности. И поэтому те, кто готовы рационально мыслить и жить с нами рядом, мы должны им помогать. Нам нет никакого смысла их наказывать. То есть, вы фактически вмешиваетесь в их управление? Нет. Потому что есть администрация, палестинская администрация, которая должна контролировать ситуацию там. Мы не вмешиваемся, но если мы выдаем разрешение на работу в Израиле, их выдает израильское правительство, не палестинская администрация. То же самое, те деревни, из которых раз за разом выходят новые и новые террористы, нет никакой причины давать им какие-то привилегии или поблажки. Нам удалось практически изолировать большую часть Иудеи и Самарии. И там нормальное сосуществование. Кроме одного региона, одной области, это Хеврон. Хеврон и его окрестность являются главной проблемой и Восточный Иерусалим. Или деревни вокруг Восточного Иерусалима. Но, во всяком случае, это те два региона, где сегодня чувствуется очень сильное влияние Хамаса. Традиционное. И там у нас до сих пор какие-то проблемы. Противники этой идеи говорят, что это коллективное наказание. Как вы можете изолировать такой крупный город, как Хеврон или, например, тот же Восточный Иерусалим? Кто-то вообще скажет, что это раздел Иерусалима, столица Израиля? Нет, мы не изолировали ни Хеврон, ни Иерусалим. Но мы, все, что касается наших инвестиций, разрешений на работу, различных поблажек. Например, мы утвердили целый ряд таких экономических, индустриальных зон, больниц. Включая даже футбольные поля и целый ряд строительства. Именно в тех регионах, которые являются спокойными. Нет никакой причины финансировать тех, кто в открытую призывает тебя убивать или уничтожить. Вопрос, как до жителей Хеврона доходит эта информация, что вы разрешаете, например, скажем, где-нибудь в Туркарами или в других городах строить футбольное поле? Как они получают эту информацию? Сегодня все проходит через интернет-пространство. Все сегодня живут в реальном времени. Скрыть что-то невозможно. Но даже если беру статистику всего, что произошло за последние 4 месяца в Иудее и Самарии, я думаю, что ситуация не только под контролем, она достаточно спокойная. Мы очень жестко боремся с теми проявлениями террора, с которыми сталкиваемся. Это и аресты, и разрушения домов террористов, и постоянные рейды, различные мастерские, где производится оружие. И наша даже координация с палестинскими силами безопасности, она достаточно эффективная. Они понимают, как и все остальные, что вот этот террор, который в Иудее и Самарии, он прежде всего направлен на умеренные арабские элементы или палестинские элементы внутри палестинской автономии. Но проблему с Хамасом вы не решите, пока не решится проблема газа. Я в этой связи хочу процитировать министра просвещения, который в интервью в нашей программе сказал, я процитирую, речь шла о скандале вокруг каталейской школы Муфета. Он сказал, что я хочу порекомендовать министру обороны Либерману, пусть сначала он свалит режим Хамаса в газе, как обещал, а потом предъявляет мне претензии. Есть пути, по которым решаются подобные проблемы и так далее. Многие от вас ждали, что как раз на ракету, которая будет выпущена из газа, вы ответите жестко, и из-за того, что они должны искать бомбоубежище. Они сейчас находятся не в газе, а в Катаре. Во-вторых, я думаю, что та реакция, которую мы видели в нашей армии на последние две ракеты сектора газа, она в корне отличалась от всех предыдущих реакций. И я не предлагаю смешивать Божий дар с яичницей. Я не вижу никакой связи с закрытием школы Муфета, одной из самых лучших, самых успешных школ в Израиле, с самыми высокими оценками в точных науках, физика, математика. И передача этой школы детям, нелегалов, которые сюда попадают, абсолютно незаконно. Не вижу никакой связи. Это было что-то личное между вами и Беннетом? Нет, ничего личного. Вы знаете, у меня нет никаких личных проблем ни с Беннетом, ни с кем остальными. Но я считаю, это была абсолютно безумная затея. Взять школу, основанную лучшими учителями, которые приехали из Советского Союза. Доказали свою эффективность тут. Таких результатов, как в школе Муфет, больше нет ни в одной другой школе по всему Израиле. Закрыть, перевезти куда-то ее, черт знает куда, в Северный Тель-Авив, туда не приедут никакие другие дети репатрианты. Решилось. Главное, что проблема это решилась. Я надеюсь, что она решилась. В том числе с вашей помощью. Поэтому я думаю, что мы добились и тут результата. Я хочу вернуться к теме газа. Последние обстрелы заставили некоторых военных журналистов говорить о новом оружии, которое есть в распоряжении Хамаса. Говорят даже, что есть ракеты, которые меняют свою траекторию. Что вы можете сказать на этот счет? У них ракеты были все предыдущие годы. Мы помним операцию «Несокрышимая скала». Те ракеты, которые, к сожалению, долетали до Тель-Авива и до Ришина. И ничего нового в этом нет. То есть, которые не может сбивать систему «Железный купол»? Вы знаете эту проблему? «Железный купол» может сбивать все эти ракеты. Проблема есть с минометными обстрелами. Поскольку это как бы на дистанцию 4-5 километров. Просто у «Железного купола» нет этого разгона, нет этой траектории. Мы, во всяком случае, хорошо знакомы. И то, что я могу сказать, то, что мы видим в поведении Хамаса, что они очень и очень боятся и не хотят никакого столкновения. Все обстрелы, которые были по территории Израиля, это вел не Хамас, а наоборот, противоборствующие Хамасу какие-то элементы салафистов или больше, которые склоняются в сторону исламского государства. Хамас в этом плане ведет себя более чем осторожно. То есть, это было как бы не в угоду Хамасу, а в противовес Хамасу. Но ответ Израиля был как раз по Хамасу. Поскольку Хамас говорит, что он является суверенным, и он контролирует всю ситуацию в секторе газа, мы не будем бегать за каждой отдельной мелкой группировкой. Мы говорим, это ваша ответственность. Вы так все время выступаете. Так что, пожалуйста, прилагайте больше усилий. Тема солдата Эльора Азари. Вы также не меняете свою позицию. Вы сказали буквально недавно в Ариэле, что поддержите солдата, какое бы решение не вынесла юридическая система. Но, наверное, в этом вопросе, опять же, вы согласитесь с Беннетом, который призвал помиловать солдата? Это правильный шаг, на мой взгляд? Я думаю, что это абсолютно лишнее сегодня говорить о помиловании. Его еще никто не осуждал. Сам факт, что мы уже исходим из того, что заранее, что его осудят, это презумпция невиновности уже давно, наверное, в Израиле не существует. Но не нужно переводить... Кому бы никак не вам это знать. Да, но не нужно это переводить из области де-факто в де-юре. То есть я исхожу из того, что давайте дадим спокойно суду разобраться и вынести свой вердикт. А после этого уже будем решать, что с этим делать. Поэтому заранее говорить о том, что мы помилуем солдат, это абсолютно ошибочный подход. Не могу не коснуться политической темы. Последние дни, последние недели ведутся активные разговоры о расширении правительства, о расширении коалиции. Вы не боитесь, что в таком случае вас попросят занять другой пост? Я думаю, что это безработные журналисты, у которых не хватает никаких сенсаций и материалов, то они... реальных шансов я на это не вижу. То есть выборы не на кону? Я думаю, что это очень-очень стабильная коалиция сегодня. С нашим приходом нам удалось стабилизировать израильскую политическую систему, коалицию. Сегодня она более стабильна, чем когда-либо ранее. Я почему задаю этот вопрос? Потому что я возвращаюсь к вашему тезису, о котором вы говорили сразу после выборов. И я конкретно говорю про дело 242. Это дело, по которому будут уже скоро предъявлены обвинения, причем бывшим ключевым фигурам вашей партии. Ваш комментарий по этому поводу? Опять-таки я скажу, что презумпция невиновности для меня существует. Давайте дождемся подачи обвинительных заключений. Давайте дождемся суда, а потом будем обсуждать. Вопрос. Вы верите в невиновность людей, которых обвиняют? Вы знаете, я знаком хорошо с каждым из них. Я помню, что я прошел, я проходил это всего лишь 17 лет. И как вы помните, мое дело заканчивалось полным оправданием, специальным составом суда из трех судей единогласных. Так что я предпочитаю оставаться оптимистом. Пока вы были в оппозиции, вы говорили, что как раз эта тема раскручивается именно, чтобы нанести вам вред. А сейчас опять эту тему раскручивают. Вы знаете, тема, она достаточно искусственная. И я думаю, что есть, нет. Все это нужно сначала довести до конца, а потом создавать заголовки. Когда все это каждый день на уровне утечки информации у определенных журналистов, в определенных средствах массовой информации все время. те же все фигуранты, то ощущение, оно не самое приятное, я бы сказал. У кого попросите прощения в судный день? Вы знаете, в судный день мы должны каждый сам для себя, не для публики, делать какие-то выводы. И лучше это делать самому, без показухи, без того, чтобы сотрясать воздух кулаками или заголовками. И я надеюсь, что, как и все евреи, неважно, где они проживают, я для себя тоже сделаю правильные выводы. Министр обороны Государства Израиля Виктор Либерман, большое вам спасибо. Спасибо. Смотрите далее в нашей программе. Нестабильность в Иерусалиме не помеха для радости. Как израильтяне готовятся встретить Суккот, праздник шалашей. Мы, иерусалимцы, люди из особого материала, очень крепкого. Нас уже нельзя ничем напугать.